всем добра салют немножко выпал я да поиграл диабло кайфанул так сказать немножко но на хардкоре 2 смерти все-таки получил одно на лилит 2 уже получил на третьем уровне сложности в третьем мире так что пора возвращаться к миазме возможно потом на софт кори как поиграя но вряд ли наверное времени уже столько не будет миссия вот это мне очень сложный показалось по поэтому пришлось подсмотреть в интернете так как не умирать не хотелось что я хотел узнать будут ли они атаковать друг друга и я узнал они начнут друг с другом сражаться соответственно нас на нам надо в первую очередь генерала отжать потому что он будет спавнить очень много ребят всяких и уже добивать остальных пока они там друг с другом терачится по генералу что я могу сделать я могу получается захватить стража недоступно потому что у меня нету энергии так сказать давайте пополним тогда в таком случае энергетический супер ячейка нет ага только одна штучка осталось ну давай что поделать восстанавливаем за вахватываем стража пытаемся что-то придумать с генералом те ребята нам я надеюсь помогут да я думаю страж потому что он танк он может застанет у него четыре брони так замечательно подождите мы предлагаем сделку да никакой сделки бросок давай сразу в генерала отбрасывание но и оглушение нету да я так понимаю и пожиратель было брони сразу же тоже по нему да мы стреляем хорошечно здесь можем сверху до забрать бойца потому что мы все равно больше ни до кого не достаем давай критулечку засадишь здесь у нас еще есть выстрел через перчатку да можно бахнуть по идее они должны на генерала согреться они на меня хотелось бы по верхнему бойцу но мы по верхнему никак не достаем то сейчас надо максимум импакта вносить эти ребята относительно слабы по сравнению вот с чистильщиками или как там звали поэтому наверное я все таки попытаюсь вот этих вот всех застанет если что я своего танка подставлю ну а здесь даже наверное через шестерку чтоб 75 процентов крит был 80 замечательно 90 сколько у нас 92 до погнали так ну неплохо в целом сейчас главное чтоб и по нам начали стрелять отлично первый выстрел мне нравится так по генералу мочит троха что будет делать роста по мне за отлично здесь мы бойца добиваем получается можно через даже бросок его вытолкнуть до под джейд хотя мы и сами можем добить да мы добиваем по идее нет почему не показывается что мы его убиваем три брони у нас 80 отлично так генерал встал до пацана надо увезти в идеале генерала сейчас в этот ход забрать чтобы он не призвал двух своих друзей да но не получится мне кажется это сделать но попробуем тут если я убиваю генерала тут остается два стража против этой толпы да и в принципе мне кажется они их размотают поэтому мне не стоит бояться слишком сильно вот так вот да отлично у джейд нет целей соответственно она куда-нибудь перебирается поближе они кроху вообще не боятся стража но тут уже надо помогать а все вышел из-под контроля уже надо помогать соответственно чистить там да то есть начинать работать надо уже по другим вот по дефрагментатору и все этой нечисти до 59 процентов принципе окей или перезарядиться давай подумаем можно даже вот так и я думаю встать то что они по мне не будут стрелять скорее всего у нас есть любимец публики он нормально распирачет давай с пацана начну я хочу проверить убью ли бойлеров 68 процентов так еще и крит до прошел отлично в принципе можем добить стража до чтобы выстрелить еще один раз троха будет с этим стражам биться а мы пока в это время уничтожим бойлера с дефрагментатором я думаю так и сделаем 81 процент она у нас перезарядка будет да ну окей перезарядимся тогда перезарядились проверяй почему у нас проценты не показываются где мои проценты не понял будем находиться на дистанции до чтобы чтобы они между собой разбирались они показывают я понял почему не но я не знаю но я бы подошел вообще на самом деле чтобы закинуть любимица публики вопрос к этому товарищу он может тогда дробошом по мне выстрелить давание вот так все таки подойду проверю что у меня как далеко я тебя докидываю принципе по двум но меня интересуют эти больше ребята этого стража я хочу добить потому что они могут очень много внести урона а тут мне кажется этот страж размотает в одиночку этих трех противников поэтому слишком тоже мне торопиться не стоит тут бы допустим перезаряжаемся спокойненько да здесь пацан тоже перезаряжается стреляет по этой бочке если он достанет до закоцает бойлера немножко собьет ему броню и подождет и они это это кислота вот тоже нормальная тема то есть их надо довести до такого состояния чтобы ушатать всех за один ход тут бы я по тебе пострелял но тобой просто подходим понемножку ребята сейчас занят этот выяснением у кого как говорится больше так то наш товарищ проигрывает да то есть уже надо начинать помогать ему соответственно здесь перезарядка попытаемся дефрагментатора добрать соточка до тут как будто бы можно даже так ворваться чуть-чуть ты убиваешь да он отхилит час своих пацанов поэтому мне кажется надо все таки подойти следующий ход через перчатку мы кроху отключим а джейд добьет бойлера мне кажется да вопрос к диксу на самом деле может его поставить потанковать чуть-чуть вот этого бойлера то есть здесь он во первых убивает и прикрывает получается стража пусть скорее всего он по ближнему до выстрелит он мало нанесет урона и я надеюсь что страж еще один урон хотя он вроде по 70 снимал да здесь вопрос здесь наверно по крохе тогда уже начнем стрелять так а вот это я не понял она нормально так 40 да он снял принципе терпимо то есть ты должен добить правильно вот с этой позиции ты его убиваешь смысле как он в кислоту залез вот там же не было показано что нас травит кислота почему отравила непонятно мне страж выгодал один ход да можно хлопнуть через получается любимец публики но наверное я не буду делать а здесь я вообще хитро поступлю я перезаряжусь до перезаряжусь просто встану где-нибудь допустим здесь и до моим друг друга добить то есть тот кто добьет тот пропускает ход соответственно вечер он выстрелил но ход у него завершился соответственно теперь мы спокойненько его добиваем ну теоретически спокойненько да я доступных целей это как поиздевайтесь что ли ну ладно я его добиваю критически вот если тут попадаю там были варианты там но нас сто процентов я убивал просто пришлось бы скил скиллы потратить так ну и где это деваха которую мы спасли что это за интересный все пропал дорога скелетов вдруг познается в беде а где она клетки наверное давай поищем идем на синюю метку чет я не понял но по секунду сейчас поищу так а я понял это же я просто сейчас подставил роботов принципе мне не надо было зачищать то место потому что вдруг познается в беде квеста он вот здесь вот показывает да вон она там спрятана связано сейчас мы тут все красиво зачистим что у нас тут хромоголовый ты еще что за зверь генерал да вот этот который дополнительное подкрепление хромоголовый подкрепление роботов но подкрепление роб это не так страшно но это не то этого это не гвен кантос вроде любом случае забираем вот этого более рада сверху вначале потихой грусти что у нас тут 91 так а ты его не видишь да а вот с этой позиции соточка будет соточка есть сколько это у нас 110 по 10 до убиваем элвису только надо побольше проценты но он здесь нигде хотя вот отсюда может пойти давай попробуем посмотрим получится ли там обойти или нет да обходим не совсем но тут вроде можно проскочить вот так вот и все минус 1 до получается а с тремя так мы уж точно справимся понеслась первый пошел смысле ну ладно не хочу рисковать давай-ка мы тебе сейчас на крит все-таки урон какой-то не хватило этого крита да с другой стороны сейчас мы уже и поздно это делать вставляем так здесь можно тихо 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 поспокойнее здесь что можно сделать здесь можно кинуть гранату получается да кислотно что это 8 с пластика да просто кидаем гранату разжижаем их броню и спокойно забираем сколько у меня их много вообще а одна кислотно но блин одну жалко тогда тратить мне кажется мы и так их ушатаем криту им 1 убиваем тебя оглушаем перчаткой тебя забираем вообще изейшая мне кажется только тебя тогда надо спустить и пацана надо где-нибудь таким образом поставить погнали перчатка отлично у нас перезарядилась да она 2 отнимает туда хромоголового мы оглушим это же робот по идее робота бы должны оглушить более ра убьем останется только один он по диксу особо много урона не нанесет можем через любимца публики сделать врыв принципе чего его мариновать правильно давай так и сделаем разок выстрелили 2 выстрелили и вот этого товарища уже дикс даже до добивает со стопроцентной вероятностью а ты убиваешь дальнего но отлично первый пошел 2 готов 3 3 оглушен до все не оглушили моего кстати по ходу охотеный робот да но оглушению почему-то мы его не смогли здесь нам надо сюда его выталкивать по дэлвиса то есть мы вот с этой позиции будем толкать его ну окей будем считать что получили дополнительный опыт да ты не достаешь элвис не убьет да получается останется у него одна ячейка кстати считается минус броня да у него сколько 70 здоровья у нас 80 урона и мы ему снимем получается ровно 60 но не понял то есть через они все нормально прячемся тогда за укрытие спокойненько добиваем не торопясь я имею ввиду не сейчас добиваем на следующий ход тут вопрос подойти ли наверное стоит подойти они скорее всего с этой стороны пойдут так он крита нет да скорее всего да дик сюда останется немножко неприятно тут вопрос 25 процентов надо убить раз-два да за этот ход то есть здесь тогда можно залезть назад ну и естественно еще чтобы нас не фланговали помимо всего этого спокойненько 95 процентов крит 65 должны забирать ага забирай проверять 45 крит да у нас можно через пожиратель добиться 100 процентной вероятностью что с диксом делать то есть встать вот так да добить здесь наверняка наверно наверно так и сделаю все тебя убили ну и тебя тогда окей через пожирателя было брони заберем получается да хотя сто сорок пять процентов крит 50 на 50 но лучше потратить кд на крит дать ой на пожиратель брони чем потом тратить медипод правильно ну с учетом шоу на вырвать чистая да так это вообще халява для нас спокойно подведем джейд перезарядимся подведем пацана 25 процентов хотя пацана что у нас нету до зарядки его можно было выкинуть из этого укрытия но у меня проблемы с энергией я здесь тоже просто перезарядился бы да скорее всего следующий ход прыгать будет на дикса куда-нибудь сюда да он дикса прокатцы но что поделать вся три процента ошибка мне надо было вначале перезарядиться потом стрелять овервотч смысла нет стать потому что я его не убью с овервотча поэтому просто наверно пропускаем ход да вот он будет прыгать скорее а нет он стреляет я занял то что выстрел это неприятно потому что сейчас мы его оглушаем следующий ход спокойно убиваем возможно им да на этот неприятно то есть лишних получили два выстрела но выполнили квест вот наша клара спасибо с нами все будет порядке дайте только отдышать как за отвердитель бета получили что это у нас было давай посмотрим это вроде броня до было две брони о май давай дикс у нас уже просто монстр сколько там у тебя пять брони но это же есть конечно и мы еще забыли у нас есть квест да на наблюдателей один около аэропорта мне подсказали пропустил одного наблюдателей где вот последний наблюдатель я не помню кто знает ребята напишите мне пожалуйста давайте тогда сейчас телепортируюсь соберу шмот и телепортнусь в аэропорт начале вот здесь вот да вот мы заходили сюда в пост тут помер один из наших союзников и вот наблюдатель который нам махал рукой а мы его не заметили да это четвертый остался еще один где последний кто знает элвис мы наблюдали пристал сильным я этого не чувствую как будто я рассыпаюсь когда твои пальцы сломаны а ноги истоптаны в кровь ты близок к цели не сдавайся иди вперед тебе предстает встречи еще с одним наблюдателем 4 из 5 мы получили ну что я предлагаю идти дальше по квесту да вдруг познается в беде то есть вроде же мы выполнили ее спасли дорога скелетов да это где я убил ну давай еще раз проверю да видимо я ее получается что не нашел что ли вот здесь вот они встретились а вот она стоит сорян я тебя не заметил гвен принцесса джейд спасибо столько лет прошло сколько зим ты хорошо выглядишь а не так хорошо как ты но с тобой друзья они нет благодаря секретам мы до сих пор живы я хорошо тебя выучила прежде чем я еще в тенях держи это мой костюм пилота он был на тебе когда ты спасла меня от семьи и он будет на тебе когда ты ее уничтожишь это много значит для меня гвен береги себя до новых встреч да и она была и кучу я ее не видел гвен помогла мне выбраться с базы семьи мы сбежали на одном из их кораблей почему она вызвала тебя принцесс тебе с видимо послышалось так ну-ка давай поговорим а нельзя да у нас тут принцесса в команде нарисовалась интересно о прикольно костюм да так намного прикольнее и у нас новые очки умений три штучки что мы можем взять три брони наверное нет 35 процентов дальнобойных выстрелов такое все что мне не зашло больше энергии возможно но наверное все таки про не у вас так еще знать что я хотел я не пользуюсь этой снайперской я хочу взять пушку которая генерирует этот чем я не показывает покажите здесь какая пушка вот этот желтый почему он не показывает а вот заработал который генерирует энергию мне нужна пушка по роботам отскок ярость а у кого она да вот у тебя да то есть это динамо то есть как будто бы 70 100 да можно что-то те другое дать 70 90 20 со штрафом это отскоки 7 120 вот тебе дадим такой чуть-чуть дальность до похуже но зато крит побольше и ярость добавляет за выстрел пацану выдадим динамо где она у нас тут отлично тебе даем урон а сюда что мы дадим дальность а ну вот дальность как раз и компенсирует да здесь бы тоже модифицировать то что мы здесь тоже нужен будет урон но пока урона нет дадим просто крит урон а или еще плюс энергии то есть пятнашку он будет шанс крит из засады по людям надо докупать надо вообще шмотки докупать да то есть давай возвращаемся в город мгр аудиенция да у нас все остальные оружейник я не знаю где возвращаемся в мгр посмотрим пушки во первых нам как ты помнишь там пушку за 10000 вроде кредитов до предлагали у меня 9 900 но я не уверен что всю десятку стоит вкидывать в эту пушку что нам вайс предложит давай глянем купить да то есть он микросхемы только продает на удешевление меня интересует на 15 до сейчас по быстрому глянем синих да вот здесь две синих можно впихнуть у меня так дальность применение плюс 1 ну такое себе на самом деле и стоит дороже да так будет 75 будет 60 вообще а 60 плюс мы можем заход 2 будем захватывать давай наверное я куплю что у нас здесь у нас здесь а здесь тоже до затраты то есть если я на пятнашку это вообще 25 будет стоить но это круто конечно но явно нам пушки не видать до получается за десять тысяч потому что это я точно хочу купить берегателю д что это у нас добавляет ярость до при применении нет инвертор я точно беру ставим сразу же тебе сюда 60 но это круто конечно вообще может до 50 5 довести но пока что нет здесь оставляем так идем следующий магаз что у нас ты продаешь базар расходники ты продаешь да что у нас по расходникам было медиподов хватает кислот к есть это все фигня супер супер ячейка не простая нужно ячейка до энергетическая 220 хотя бы две штучки до так ну и последняя по оружию сейчас глянем хеллиган да тир-3 мне пожалуйста можешь предложить что-нибудь 2 вот эти уровень дробовик 90 120 что урон 90 у нас простое оружие джебошит по 90 по 80 прошел его бьет по 40 ладно тут как бы теоретически пока они чаще критуют да но блин тут он туда даже крит больше что там за тысячу предлагают тогда снайпа да тоже крутая но блин она не бесшумно такую бы бесшумную на 140 до крита что еще интересного есть штурмовая винтовка 100 130 блин это же вообще имба я там могу раз развалить всех а что тут по прицелам да это все фигня чемпион да вот 30 дальность а сколько у снайпы дальность здесь 8 на нет они то до 18 дальность охренеть где я был раньше что там за если если здесь за 4 200 продают такие пушки что там за 10000 продадут блин я хочу за десятку купить наверное что что можно продать волчок это что у нас отбрасывает 7 110 давай тебя продаем наверное да у нас первого уровня ничего не осталось по миазме 20 крит фигня они уже слабые все довольно таки эти винтов анти робот я в наверное оставил все таки за отскок я так не особо и пользовался тут у нас это с на и получше да если сравнивать в чем разница тут дальность дать чуть побольше и все и это отбрасывает да да это отбрасывает врагов давай продаем но идем покупать за десятку наверное блин ну сейчас если мне за десятку продадут это будет конечно эпик файл но может быть я на пушку на скребу еще 4к пошли 10195 так я короче заблю заблудился в этом городе пока искал арену до вход в этот бар чтобы купить пушку и нашел наблюдателя элвис мы наблюдали твое обучение завершено этот бронированный костюм он весь принадлежал из правителю альфа мы возвращаем его законному владельцу надень этот костюм и исполни свое предназначение скажи своим друзьям спасибо за то что наблюдали за мной так десятку опыта мы получили да и просто нам выдали костюм какой-то о май гад ну все теперь с таким костюмом мы точно должны купить то оружие за десятку если я найду его конечно ну по звуку я слышу да вот он тусовочка я очень конечно надеюсь что я не пожалею что вместо двух оружий крутых я возьму за десятку неизвестно что так сейчас его найти еще здесь надо вот он вроде да понтий пай чарт ну не обломай меня пожалуйста я могу продать тем мощнейшее оружие за каких-то 7000 кусков пластика а 7000 но за 7 давай вот пластик надеюсь оно того стоит вот оружие совсем малехенькое это не оружие это ключ ключ от подвала дайнера клуб завтраков оружие в подвале его просто нужно направлять в тех кто тебе не по душе ты не пожалеешь ключ от подвала до что-то мне уже не нравится это что у нас задание или я должен буду сам найти этот подвал еще давай пошли искать подвал дайнера что он сказал клуб завтраков да я так понял то есть телепортируемся тогда надеюсь что завтрак окажется вкусный для нас так здесь надо найти этот подвал и у меня еще вопрос вот я вроде смерч да вижу или что это у нас там и и вопрос еще по противникам если тут противники да здесь еще противники вон наверху входит ну давай вначале оружие возьмем а потом уже будем разбираться с ребятами генерал xz изготовили 30 лет назад его цель защищать места с повышенной активностью миазмы после зачистки на место выезжают научные подразделения переносит на поле боя дополнительных сборщиков но генералы да сколько у тебя здоровья ладно я щас вернусь о 15 куда получили скоро у нас о уровень будет идем в подвал наконец-то у нас есть это оружие и дик папочки но удиви меня пожалуйста скажи что я не зря потратил выглядит круто штурмовая винтовка сотка крит урон 140 энергетическая штурмовая винтовка которая выдается сборщиком стреляет горячей плазмой наносит серьезный урон особенно если удастся нанести критический урон относительно недавно первая семья нашла способ уменьшить позвать плазматическое оружие чтобы его можно было носить с собой но неплохо но вроде там были варианты поинтереснее тоже да то есть в любом случае это диксу мы даем из приятного даст крит 140 здесь у нас дальнобойностность 13 но у нас ничего нет особо урон повысили 110 и тут у меня вопрос возникает он заключается в том их вроде тут всего три да там вон миазму можем собрать вот этот значок черный мне совсем не нравится возможно это дальше по квесту будет что то да вон там еще страж есть пока что мне не хочется с этими ребятами драться давай вернемся в мгр купим еще одну пушку выбирать мы из двух пушек получается да будем это у нас что было это у нас вот этот дробовик был очень жесткий или же штурмовая винтовка те же смотри за 4 что мы купили за всем до большому счету 3000 мы просто выкинули сожалению сейчас еще раз сравню то есть тут 10 крит до 100 130 134 а мы купили мы купили с вами а 100 100 140 16 5 ну получше ладно вопросов нет так вот что я и думаю то есть мы тебе снайпу покупаем или же тебе покупаем еще одну штурмовую винтовку я думаю что лучше возьмем вторую снайпу да почему потому что этой штурмовой винтовкой мы будем регенерировать энергию сюда надо урон докупить поэтому мы наверное или дробаш купить но просто у него слишком мощно оружие чтобы на дробаш переключаться плюс тут крит да скорее все чаще будет наверное все таки снайпу я возьму то есть тогда здесь тебя я продаю и покупая снайперскую винтовку 4200 нам надо то есть что мы можем продать продаем тебя 70 120 до вот обе эти пушки я думаю мы продаем 1 пошла 2 тоже теперь у меня вопрос еще только есть один что сюда ставить из модулей а 2 снайпы есть небольшой минус том что ты в упор да теперь не можешь стрелять здесь крит урон это вообще она будет 150 крит у нее просто с выстрела давай по модулем посмотрю 360 у меня всего осталось пластика так ты расходники до продает а мод модули тоже там же мы должны покупать что-то я тупанул прицелы да помимо сби нет засады нет дальности у нас хватает крит урон это все фигня нету ничего интересного окей тогда погнали по главному квесту все то есть мы идем сейчас в не исследованную локацию до эти задания мы пока не выполняем оружейник я не знаю где заместитель попозже поехали так тут ребята стоят она дизель где ждет отлично я думал сейчас не пропустят еще меня новый карнак значит да не забывайте это карта доступа у него на шее нам нужно подобраться к нему как можно ближе чизгреров да сейчас мы намотаем тебя куда нам идти а может что есть какой лутец кине что-нибудь подобрать олява какая-нибудь меня что глючит этот робот похож на мэра мэйсона офигеть это и есть мэр мэйсон приветствую чемпионы угощайтесь этими чудесными бургерами по милости дизель 1 это ты нет 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 постойте ты лживая подлая я могу все объяснить о боже о боже такой трус как я не заслуживает жизни что это за мэр если он бросает свой город когда он так нужен разбейте мне голову разбейте пусть жижа из моей банки растечется по этому полу почему ты бросил нас говнюк миазма бы убила нас всех мой робот телохранитель великодушно пожертвовал свое тело и позволил мне сбежать ты эгоистичное дерьмо я просто выживал дорогуша только из сего на том жестком диске который вы нашли был полон делишек первой семьи на той фабрике они делают сыворотку бессмертия я хочу попробовать я заслужил вечную жизнь говоришь ты тоже пытаешься проникнуть на эту фабрику возможно мы сможем друг другу помочь меня поймали эти тупые роботы думают что я один из них знаешь что дикс убей его подожди подожди здесь настоящий лабиринт полный смертоносных ловушек вы не знаете куда идти а я знаю загрузил схему с диска свою башку я проведу вас по фабрике если вы выпустите меня с этой сывороткой я ваша единственная надежда меня уже тошнит от твоего вранья он говорит правду элвис хватит болтать чемпионами слуга не еще раз тебя наказать подожди мы хотим этого робот чтобы пошел с нами у него очень вкусные бургеры отлично сюда дизель ждет сто лет не видел бургеров что там за зеленая штучка супер напалм годится окрас там же присоединился смотрите кто там что 100 здоровья ты издеваешься 100 хп что ты можешь плюс 2 к далисти броска с 20 здоровья еще плюс 2 но и еще 20 народ бесполезная ветка реактивный ранец мгновенный бонус к риту за позицию сверху то есть выше но с позиции сверху крит да и непонятное описание достичь высоты но наверно подпрыгивает дата когда тот бойлер и дает крит здесь выпускает ненадежные ракеты к за каждая ночь 80 единиц а x3 то есть 33 ракеты по 80 но ненадежные да то есть непонятно куда они попадут 25 больше урона и крит при стрельбе сверху очень слабенько но накапливает 20 крита это overwatch 40 градусов 2 доб 2 брони ну вот неплохой скилл 7 здоровья восстанавливает это неплохо не восприимчив к отбрасыванию такое себе авто оживление да если убили он восстанавливается с 50 уже и сотку да может восстановить но типа полный ну с учетом что у него 100 здоровья до 100 здоровья он вообще бесполезный я у него даже пушку отберу ладно оставлю пока что потом если что продам пойдем посмотрим что здесь смотрите что сделала моя зон с этим парнем фараона превратила в статуя потеряй 50 кусков пластика спасибо но нет эй чемпионы готовы развлечься как 2199 поверить не могу что вы выиграли турнир однажды вы меня одурачили но больше вам это не удастся эй это мэйсон с вами этот ублюдок с меркой рожи сказал что заберет меня в калифорнию надеюсь эта победа приблизит нас в дизель а он захочет с вами хорошенько сблизиться его звездная сила сияет уже не так ярко хотите правду его дворец вечеринок начинает надоедать я хочу выбраться отсюда увидеть америку мэйсон он настоящий засранец вводят меня в клуб умасливает говорит что возьмет меня в калифорнию если я приведу его на фабрику нужный придурок не доверяя ему не на йоту я не стану говорили после смерти попадаешь калифорнию нет калифорния существует за железной горой на краю америке а мы будем все жить гармонии люди роботы мутанты сдали от миазма я туда попаду я это увижу своими глазами пока сладенький смотрите подругу себя нашли так куда нам идти вот еще кто-то хочет с нами поговорить знаете сколько я поставил на то что вы победите в турнире 300 против одного и вот вы здесь стоите живые да еще и чемпионы в ожидании награды и что здесь делает этот дефектный робот слуга это наш мэр длинная история а ты кто вообще-то я фаскат счетчик фабричный бухгалтер я подсчитываю расходы полагая нам чемпионом положено вип-обслуживание о да мы все любим ставить на героев на предисалы прежде чем сбить их с ног нас никому не сбить но мальчик мой всегда учитывая неизвестные переменные будущее никому не известно кроме меня мэйсон робот с простой головой и черепом обтянутым грубой искусственной плоти отвратительно не он не робот он мальчик мой мне не нужны терабайты высшей математики чтобы видеть взгляни на него очень мэйсона даль не любят нож прессе нам экскурсию по фабрике что же мне нужно спросить у первой семьи семья живет в космосе во дворцах вращающихся вокруг земли так что удачи в поиске корабля для меня развлекайтесь так ну что поговорим с дизелем где где мои чемпионы и сюда диджи 5 почему ты не сказал мне что собираешься стать чемпионом хотела где тебя дизель тебе это удалось вам бы пригодился такой зверь как ты а знаешь что присоединяйся к нашей команде мои друзья тоже только ты робот кожаных мешков усыпят атлет это им понравится мне плевать что думают люди потому что люди не думают это вот мы романтики дикс мы волшебник никогда не забывай об этом а я и не забуду дизель позволь мне показать то что ты никогда не забудешь эй эй убери эту штуку смысле ребята а почему вы не сказали что будет битва думаешь можешь творить что хочешь в моем доме секундочку ребята чё за херня я бы блин энергию тут подкопил вы плену тут надо отступать куда налево вряд ли направо надо отступать давай снайпер посмотрим как далеко может убежать сюда да давай джейд уходит что у нас по ребятам так ты можешь сюда дикс до этой точки достанет интересно да он достает и он будет full укрытие кстати для элвиса да и будет еще и танковать единственное чтобы я сделал я бы наверно сделал бы спарит для чего скажу так как мы далеко от них ушли мы можем overwatch до поставить здесь мы вряд ли достанем ну давай вот хотя бы как-то так ну допустим таким образом у него пушка мощную а я не посмотрел вообще его скиллы да надо но мы уже один скилл видим что он может призывать гаденыш тридцатку но тридцатку неплохо да с учетом на наши новые брони они будут долго ковырять ну хотя ну-ка испытайте короля покажите на что способны нас есть одна проблема вот эта проблема за будет лечить дизеля смысле а почему здесь штурмовая я чтоб я купил штурмовую винтовку вместо снайперки вы серьезно ребята тут надо вот эту тему закидывать будет да все плохо у нас дикс конечно танкует в любом случае кроха под нами то есть это энергетическая ячейка сюда идет захватываем кроху снимаем броню дизелю дизеля надо ушатывать давай и стреляем кстати тоже надо не забывать стрелять из динамо да то есть сразу переключаемся наносим на 10 меньше урона но зато восстанавливаем энергию два выстрела и мы сможем еще кого-нибудь захватить так ты давай я не знаю надо дизеля покусить но блин этот вылечит пиздюкова дефрагментатор тут броска нету а прикрытие у него каждый ход как будто бы дефрагментатора надо забирать в первую очередь я его не заберу заход в любом случае кроху подставляем да подожди а что у тебя есть у тебя есть только едкий выстрел да но едкий выстрел надо в дизеля делать это сколько ходов едкий выстрел действует пять ходов x5 да то есть пять брони он разъезд а и надо почитать не восприимчив к огню отбрасыванию мысли червь оглушить нельзя да призывает роботов гранату кидает ну давай здесь разъедаем броню ладно троха будет долбить тогда получается по дефрагментатору и танковать 90 хорошо зашло здесь мы кидаем тебя вот еще что ли разок может и два раза можешь бить или это глюк ну давай бей второй раз интересный да я не знаю это глюк походу да может быть тогда мы сейчас дефрагментатора убьем но он не полечит дизеля так неплохо не извиняйся за грустный огонь и он ни хрена нам не друг отлично слушай неплохо идем ты только по дизелю да он по огню не восприимчив 24 но фокусим урон совсем маленький конечно давай пробуем здесь 68 отлично полтинник сняли давай пытаемся ушатать его заход чтобы он не вызывал до всякую дичь я надеюсь что они все по крохе будут стрелять так отлично первый выстрел по крохе 2 выстрел почему они по диксу стреляют замечательно теперь сбиваем броню оставшуюся да у тебя регенерируем энергию только в начале это делаем через перезарядку отлично перезарядились выстрелили минус почему три брони мигает а я наверно улучшил скилл хорошо минус три брони тут что у нас тоже перезарядка выстрел стоим хорошо ты прикрываешь элвиса до . зашла до 2 а и он что нет так он не мог критонуть давай здесь посмотрим здесь можно подойти поближе да допустим чтобы был больше шанс мы тогда его забираем в этот ход мне кажется если ты попадешь 90 до давай убиваем тогда отлично хорошо второй год там скоро уже то почему он по диксу стреляет все да он больше уже нам не друг есть небольшая проблема но это лишается проблема а он невосприимчив но все равно урон большой пройдет надо чуть подумать у него 5 брони да то есть я так понимаю перчатка бьет сквозь броню что у дикса 110 крита то есть как-то его сюда поставить допустим у него будет сколько 45 крита не факт что он убьет что у нас здесь у нас здесь 100 минус 550 но заковыряем я думаю давай ладно начинаем через перчатку работать но выглядит как будто все таки моего оглушение прошло хотя написано что он невосприимчив да на секундочку здесь бы стрельбу заюзать вот так чтобы дик станковал да но и тут вопрос телек джейд то есть ей на снайперку что ли переключаться но урон слабенький 18 до по-другому на щас ничего не сможет ну троху можно добить в принципе равно его убивать надо можно до подойти здесь ты тогда добиваешь болера хорошо а ты просто стреляй по крохе ну альвис танкует как боженька давай пришло твое время мстить вот это наверно товарищ ты выталкивай троха пока что в отключке можем попробовать добить бойлера до 50 на 50 а ты горишь не восприимчив давай пробуем 80 до то есть у пацана не пацан не сможет сожалению дать динамо добиваешь спокойненько прокачиваешь себе энергию 70 85 замечательно чай критонул два раза подряд по 15 процентов элвис сейчас упадет ой элвис дикс раз упадет ой а это даже даже лучше ага окей тогда здесь мы спокойненько добиваем а у джейд закончились патроны да ушел товарищ от нас с другой стороны может это и хорошо да то есть мы сейчас спокойно перезарядимся здесь селвис тоже перезарядиться добьет вся 9 процентов а если не попал добавляется энергия или нет не показали вроде не добавилось ладно тут дикс добьет тогда спокойненько вопрос подойти ли им да ну то есть его положат а мы его спокойно добьем бойлера и дик встанет у него будет не 25 кп а 35 наверное даже если он упадет ничего страшного в этом нет но здесь стоим да наверное этот вот не лезем попал естественно но у нас тут должно быть почти стопроцентно два два раза до по 80 давай с пацана начнем подзарядим ему динамо может он еще и кританет критану красота кто еще хочет получить пулю подходите поближе у это было нечто все чисто давайте снимем карту доступа с шеи дизеля и смотрите справа сколько мы получили там до повышение опыта новая цель победить дизеля диток мы уже победили а там это сразу две цели да то есть как-то все смешалось давай посмотрим что мне дадут о какой красавчик дробай хорошо что я не купил дробаш да ну хотя 80 но там 90 15 по площади одну клетку при движении и 2 при спринте а я понял то есть у него конечно есть свои минусы здесь у нас разброс увеличивается на 40 до но здесь зато урон большой подожди сейчас тут мы снимем все лишнее давай вставляем дракон а еще такой вопрос а будет ли работать увеличение дальности для дробаша по идее должна да здесь мы вставляем крит 30-ку 140 и ему еще надо будет поставить увеличение дальности у тебя тут оказалось до штурмовая винтовка не совсем то что я хотел но да ладно дальность блин но теперь на самом деле дальность бы я снял бы потому что я всегда буду на винтовку переключаться и вы дал бы дробашу плюс один но одна клетка тоже может достать и на самом деле да но нет не могу я дать ему ему нужна бесшумная штурмовая по что он очень жестко критует для бесшумных убийств ему нужна эта пушка а если уже драться тогда конечно ему лучше штурмовую выдавать по что него криты и выше мы будем менять если что да но иногда вот как сейчас до получилось договор что за договор получилось что я даже не знал что мы будем биться и просто сразу же на проблемы нарвался настоящим стороны договариваться о том что промышленное предприятие известное как первая фабрика окружа и окружающие его склады рабочие местные поставщики переходят подведение дизеля диамеда x5 и его помощников непосредственно подотчетных венди лузену и первой семье договор составлен при понимании того что процесс производства не должен прерываться и выпуск продукции должен повышаться на 10-15 процентов ежегодно ой блин да надо вот этой ключ да я так понимаю лежит карта бригадиром на удивление безобидного вида карта ключ дарующая доступ на фабрику с уровнем безопасности бригадир а еще 15 процентную скидку в корпоративной столовой так ну что неплохо отправь сигнал дик отправляя и принято максиса со своей армией встретит нас у ворот последний бой как и было предсказано ага это все пластик типа да смотри сколько усиленные патроны урон на 20 процентов неплохо забираем все что плохо лежит моя зла приближается надо поторопиться о вы что-то вроде заклинательницы моя сны это она заклинает меня или лапит без умолку ну что неплохо сегодня подрались да с вами чудом не отлетели дизель де такой дольки плотненький товарищ был сокровища плюс 25000 сразу почти опыт получили считается символ статуса и более чем железный золотой гарантии пунктуальности этой цепочки дорожил дизель де хотя часовой механизм не работает уже долгие годы а сразу уровень да еще получили блин ну неплохо мы с вами тут возможно что то еще сейчас снайпер куда купим наши подруги хотя и неплохо сложно разорваться я не могу столько всяких пушек надавали кобальтовый блок а это вторая часть до оружия приложение 23 будут приняты меры с целью обеспечения значительных мощностей с потенциалом к наращиванию в соответствии с будущими требования производства мы устранили слабые звенья и заменили их на более сильный все работники на территории mgr объявляются собственностью первой семьи и отныне могут использоваться любым образом на усмотрение бригадира данное сообщение одобрено квентилом зеном ой встретиться он мне ну что тут просто сейчас тогда побегаем посмотрим поищем лутецкий да вон чемоданчик костюм дворецкого найдя мейсона прятавшего за воротами первой фабрики дизель заставил бывшего мэра стать его слугой и заказал ему особый костюм но мы его использовать не будем но костюм так сказать шута конечно же с удовольствием оденем смотрите все роботы пропали кроме вот профессора звездка мы просто пытаемся выжить дизель был психопатом больше никого нет все опустело все свалили они испугались нас но больше ничего светящегося я не вижу а ты что скажешь дизель заставил меня это сделать прошу не трогайте меня как они заговорили а и трогайте меня я я простой вычислитель я никто ребята где вы выж такие дерзкие были бумажками плевет это баксы дорогой мой друг ну что новый карнак следующий наш следующая наша цель зайдем мы через мгр конечно посмотрим снайпу следующей серии правда поэтому поставьте лайк напишите как вам вообще как у вас дела что нового кто не подписан естественно подпишитесь а на сегодня все до скорых встреч до свидания